Владеет ли на самом деле Дмитрий Медведев огромным поместьем в Плесе? Или нужно поверить его пресс-секретарю Наталье Тимаковой, грудью бросившейся на защиту бедности своего шефа? На самом деле это не имеет никакого значения. Любой здравомыслящий человек может представить себе реальные размеры состояния Медведева, просто экстраполировав суммы, невзначай обнаруженные у полковника Дмитрия Захарченко. Если у скромного полицейского нашли 8 миллиардов, спрятанные в специально купленной для их хранения роскошной квартире, превращенной в сейф, и еще более 20 миллиардов на зарубежных счетах, то сколько же тогда денег у Медведева? Сколько их у Путина? Или мы просто должны по определению решить, что Российской Федерацией управляют бессребренники, испытывающие мазохистское удовольствие от совместных упражнений на галерах? Особенность нынешнего благосостояния правящего клана, и в этом, кстати, его отличие и от советской номенклатуры, и от многих коррумпированных диктаторов, это то, что российские власть-имущие могут приобретать на наворованные деньги частную собственность и одновременно пользоваться государственной собственностью, как своей. При практической несменяемости власти государственные резиденции практически становятся частной собственностью. Так, впрочем, было и при Брежневе. Но тогда хозяева государственных дач и квартир не имели в частной собственности миллиардов долларов особняков, яхт и самолетов. У нынешних есть и то, и это. Они настоящие хозяева страны. Медведев может и не иметь дачи в Плёсе. Медведев может купить весь Плёс, если захочет, с домами, церквями и пейзажами, вдохновлявшими Левитана. Поэтому обнародованные Навальным размеры плёской дачи Медведева, как и приписываемых Путину сказочных замков, имеют значение разве что с точки зрения вкуса, где им нравится проводить время и как им оформляют пространство. Уж получше, чем какому-нибудь за штатному Януковичу с его плебийским Межигорьем. На самом деле Путин, Медведев и сотоварищи купили не дачи и не яхты. Они приобрели Россию. Практически всю. То, что они не очень заботятся о сохранности приобретения, вовсе не значит, что они не заботятся о завтрашнем дне. На прибыль от России они смогли купить много всего полезного за рубежами любимой родины. Отсюда и проистекает издевательское отношение к простым гражданам, всякие шуточки насчет машин и дорог. Если нет дороги, зачем машина? Где вы ездите? Это провокация какая-то прямо. Советики учителям зарабатывать деньги в бизнесе, а не с помощью педагогического ремесла. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю. Ну вот. Отсюда насмешки над метражом квартир, которые вынуждены покупать россияне, не приближенные ко двору. Нам показали сегодня квартиры даже 20 квадратных метров. Кажется смешным, а люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно. Лицемерные судебные иски против газет, которые рассказали о роскошных плавсредствах жен топ-менеджеров, государственных компаний и так далее. Игорь Сечин через суд потребовал уничтожить тираж новой газеты от 1 августа. В нем содержится статья о яхте Сент-Принцесс Олга стоимостью 100 миллионов долларов, на которой якобы путешествует жена главы Роснефти Ольга Сечина. Свои выводы новая газета сделала, проанализировав аккаунт в Инстаграм, который, по их словам, принадлежит девушке, и данные о передвижении яхты. Владелец судна, как предположили в издании, руководитель нефтяного гиганта. Россия для Путина, Медведева, Шувалова, Сечина, Володина, Шойгу, Ротенбергов, Усманова, Дерипаски или полицейского нищеброда Захарченко – заурядная дойная корова, эксплуатация которой позволяет обеспечить безбедное будущее себе и своим потомкам. Перестанет давать молоко, зарежут, забудут и переместятся в другие особняки, подальше от бушующей искореженной страны, если успеют, конечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова